Одинцовская теплосеть вступила в горячую пору. С 1 октября в районе начался отопительный сезон. На балансе предприятия 88 котельных, более 100 тепловых пунктов, 3 аварийных службы на случай форс-мажора. В этом году теплосеть стала еще и управляющей компанией, обслуживающей более 700 домов в Одинцовском районе. На сегодняшний день у нас работает в районе 2400 человек. В Одинцовскую теплосеть с мая месяца влились 10 организаций, управляющих жилым фондом. Это наши рэпы, управляющие по территориям Одинцовского района. Фактически Одинцовская теплосеть сейчас стала одной из самых крупных организаций, управляющих жилым фондом. С жилищным хозяйством введения Одинцовской теплосети перешли и текущие проблемы. Прежде всего, не платежи, с которыми специалисты предприятия будут разбираться централизованно. В управляющей компании создан специальный отдел по работе с должниками. Мы будем действовать абсолютно в рамках законодательства. То есть мы будем работать с мировыми судьями, получать судебные приказы и обращаться либо к судебным приставам, либо отдавать эти судебные приказы в банки на исполнение по кредитным картам и так далее и тому подобное. Я думаю, что это приведет к результату. Ну и сами жители должны понимать, что не платить за коммунальные услуги нельзя. Как отмечают на предприятии, в базе числятся от 4 до 8 тысяч лицевых счетов, по которым идет регулярная просрочка. Коммунальщики их называют токсичными, ведь недобор денежных средств по предоставляемым ресурсам – это всегда минус, а значит, в каком-то дворе не появится благоустроенный сквер или детская площадка. Закрывать долги неплательщиков постоянно в Одинцовской теплосети не намерены, поэтому напоминают своим абонентам – жить без долгов гораздо комфортнее.